В 2014 году, 16 марта, был проведен референдум о статусе Крыма. Согласно официальным результатам, при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России. Знаковым днем для жителей нашей страны стал день 18 марта, когда Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Магаданцы, которые активно поддерживали присоединение Крыма к своей исторической родине, рассказали вечернему Магадану о том, как это было. Смутное время, 2014 год, весна, непонятные движения на Украине, Евромайданы, митинги. Громче и громче стали звучать голоса националистов о русском языке, об украинской индивидуальности, о невероятных тогда вещах, о притеснении русского языка и русскоязычного населения. И вот тогда русские города, Севастополь и русский Крым, точно, четко прочувствовал эту ситуацию, потому что чувствовал ее изнутри и решил присоединиться с Россией. Организовывая митинг в то время, мы, конечно же, хотели дать импульс нашему президенту, дать понять, что в России есть много людей, большинство, которые поддержат его решение о признании независимости Крыма и Севастополя. И президент нас услышал, и он принял единственное правильное решение – Крым, Севастополь – это Россия. Сегодня, 7-летняя годовщина возврата Крыма в родную гавань не осталась без внимания общественных деятелей города Магадана. По их словам, Крымская весна является неотъемлемой частью истории нашего государства. Вот, наконец-то, мы 7 лет как обрели вот этот кусочек нашей родины. И это является форпостом, так же, как Калининград, как Дальний Восток. То есть за это мы должны драться. И я горд, что Крым наш. Наравне с тем, что действительно необходимо отстаивать права и суверенитет России, необходимо чтить уже сложившуюся его историю. Конечно, присоединение Крыма к России – это важное историческое событие, которое для всех, и для жителей Крыма, и для жителей России, это очень знаково. Потому что Крым вернулся на свою историческую родину. И это то, что нам нужно будет помнить, нам нужно будет всегда сохранять эту историю. Нам, как волонтерам Победы, которые мы сохраняем историческую память, мы будем дальше это передавать и рассказывать об этом, потому что важно помнить. Что же изменилось с того момента? За эти семь лет экономика и промышленность Крыма активно развиваются. Построен Крымский мост, федеральная трасса Таврида, продолжается активное развитие туристического и санаторного кластеров. Спасибо всем крымчанам, что они поняли, что мы, россияне, без них скучаем. Они скучают без нас, потому что мы с рождения должны были быть все вместе. Крыму развитие, крымчанам здоровья, и пусть они нас ждут в гости, а мы будем ждать их. Приезжайте к нам на север, у нас тоже здесь тепло. Теплого моря, здоровья, чистого неба. Ветераны Магадана желают крымчанам жить в мире и согласии. Мы с вами, крымчане! Сегодня во Дворце детско-юношеского творчества прошло торжественное награждение победителей ежегодного конкурса «Педагог года». В уютном зале собрались лучшие педагоги общего и дошкольного образования. С какими трудностями в этом году пришлось столкнуться, чтобы получить это высокое звание? Одним из них стал открытый урок, который педагоги должны были проводить в новомодном дистанционном формате. Вот уже год, как мы с вами работаем в условиях пандемии, в условиях ограничений различных. И это тоже для нас огромный всех урок, за который только, наверное, нам оценку поставит время. Сегодня, на мой взгляд, очень большая смелость выйти на этот конкурс, потому что, ну, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что не 100% положительного результата урока, да, 70% – это результат наших детей, 30% – это наша подготовка. Мы должны так их заведить, чтобы они этот результат выдали. В этом году учителям работать было сложнее всего, так как они не имели возможности видеть реакцию своих юных учеников. С другой стороны, такие испытания только укрепили образовательную систему Российской Федерации. Преподаватели города показали блестящие результаты и были награждены благодарственными письмами, а также оригинальными подарками, например, такими, как сертификат на полет на Дельтаплане. Памятными подарками и сертификатами на получение премии 29-го городского конкурса «Педагог года» среди педагогов дошкольных образовательных организаций была награждена Коношенкова Анна Викторовна, педагог-психолог, детский сад номер 4. Среди педагогов общеобразовательных организаций был награжден Ткаченко Валерий Сергеевич, учитель начальных классов лицея номер 1. Также поздравили участников конкурса творческие коллективы города Магадана. Виктория Каранова отметила важность подобных состязаний для профессионального развития педагогов Магаданской области. Конкурсное движение – это прежде всего уникальная профессиональная площадка общения. Это возможность поделиться своими образовательными находками, идеями, какими-то уже реализованными проектами или еще проектами, которые только предполагается внедрить в образовательное пространство. Это возможность перепроверить себя, уточнить интересные направления, интересные идеи, задачи, которые сегодня делают образовательное пространство нашего региона. И в целом образовательное пространство страны очень ярким, разноцветным. И дети, которые сегодня приходят в образовательные организации, они тоже действительно другие. Это дети 21 века. И вот такая площадка, площадка конкурсного движения – это проекты на долгое время. Это возможность получить поддержку коллег, объединиться в какие-то новые творческие группы. И все это вместе дает эффекты качества современного образования. Несколько дней назад инициативная группа депутатов Государственной Думы внесла законопроект, разрешающий усыплять бездомных собак в приютах. Было предложено изменить закон об ответственном обращении с животными. По мнению депутатов, отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск животных удаляет у них репродуктивную функцию, но не здоровая скал. Однако такой законопроект из Государственной Думы был отозван и рассматриваться не будет. Данный законопроект прямо противоречит федеральному закону об ответственном обращении с животными. Достаточно большое обсуждение и в социальных сетях получила огласку данная инициатива. Также партии «Единая Россия» на разных площадках проведились обсуждения данных инициатив. В последующем, с учетом, как вы уже сказали, данный законопроект был отозван и, соответственно, не будет рассмотрен Государственной Думой. Против инициативы депутата выступают и представители общественности. По мнению магаданцев, убивать бездомных животных – это жестоко. Но надо время. Вот понимаете, не все где-то налажено в виде работы. Кто-то не хочет просто вообще этим заниматься. Но нельзя так жестоко убивать. Это невозможно. Вот мы стерилизуем потихонечку. И я хочу вам, я не знаю, едете вы в городе или нет. Да, идут заявки, идут заявки. Жители жалуются. Но вы простите меня, у нас много самовыгульных. У нас много частного сектора, который я не могу воздействовать. Правильно? У нас нет закона. У нас нет закона о бесконечном разведении собак полупородных. По словам зоозащитников, проблема с бездомными собаками не решалась годами. Сейчас в Магадане остались необработанными собаки на базах и в частном секторе. Магаданская городская общественная организация защиты животных делает все возможное, чтобы устранить эту проблему. За единовременные выплаты на детей до 7 лет семьям нужно обратиться до 1 апреля. До окончания приема заявления осталось две недели. Многие семьи выплату в 5000 рублей получили автоматически в декабре прошлого года. Пенсионный фонд ждет заявление от магаданцев, чьи дети родились после 1 июля 2020 года. Подать заявление можно через личный кабинет на портале госуслуг или через клиентскую службу ПФР. В обращении необходимо указать данные свидетельства о рождении ребенка и реквизиты банковского счета для перечисления средств. С 1 апреля 2021 года заявления на получение единовременной выплаты приниматься уже не будут.